Приветствую вас. Знаете, моя мысль, она почему-то такая, что девочку может правда забыть. То есть это какие-то, знаете, очень такие, ну достаточно нелепые. Не застыковки идут, на мой взгляд. То есть я хочу сказать, что может быть у девушки и брата проблемы с памятью, например. Потому что ее забывчивость это, ну очень, очень нелепо выглядит. Тем более, что если вы общаетесь по переписке, то можно в принципе показать ей, как она что-то писала и так далее. Что здесь вот я рекомендую вам все-таки ее, именно обращать внимание ее на не застыковки. Потому что тот факт, что вы на расстоянии, конечно, очень сильно усложняет ваши отношения. В год. Это первое, наверное, что хочется сказать. А второе, это то, что мне видится так, что женщина не уверена в себе и пытается вас, грубо говоря, постоянно проверять. Постоянно уставит вас перед необходимостью решать какие-то вопросы, которые, ну в общем, решать как бы необязательно. Не нужно вам, именно вам решать. Вот. То есть тут как бы такая история. Мне кажется, что женщина не уверена в себе, боится, ну может быть она чего-то боится. Боится, например, того, что вы, там, ее бросите или относитесь, или относитесь к ней как-то не так, как вам бы, как ей бы, точнее, хотелось. Вот. То есть это классическая такая, может быть, реакция девушки на, вот, неуверенность в себе, потому что, ну, она не уверена в себе. Вот. И из-за этого она, может быть, да может так себя вести. Вот. То есть такое, к сожалению, ну, достаточно часто происходит. Женщины подстраивают определенные ситуации, вот. Для того, чтобы проверять своих мужчин, да, проверять их, но по большому счету, приводит это только к тому, к сожалению, что мужчина, например, отдаляется просто от человека, да. Вот. То есть, вот, как вы, например, вам, ну, вам может, а, просто, просто надоест то, что она такая, условно говоря, а, не постоянная, вот, вам может это просто надоест. И все. И все. И вы от нее отдалитесь. А она, условно говоря, получит подтверждение того, что все мужчины, там, например, обманщики, мужчины, негодяи, вот. Ну, и, ну, и прочее, 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 вот. Ну, да, да, тоже такая достаточно распространенная практика, вот. На самом деле, на самом деле, на самом деле, не столь важно, почему девушка ведет себя так, гораздо важнее, чего хотите вы. Это гораздо важнее. Гораздо важнее, что нужно вам. Гораздо важнее, чего хотите вы, что нуждаетесь вы, что необходимое вам. Вот. Вот. Чтобы от этого уже отталкиваться и чтобы найти операцию. Вот. То есть, если вы не принимаете свою женщину, с такой, какая она есть, а она, что важно, с такой будет, ну, в дальнейшем, скорее всего. Вот. Если вы не принимаете ее, с такой, что, возможно, вам имеет смысл расстаться с девушкой, вот. И, как бы, донести до нее, вот, тот факт, что, к примеру, вам, ну, неприятно, то, как она себя ведет и то, что, допустим, она делает, вот. Вот. То есть, если вы донесете до нее это, то, что, нормально, что-то поменялось. Вот. А, возможно, и нет. Там еще девушка 37 лет и перемены для нее достаточно трудоемкие. Вот. Так что, здесь, не все так однозначно, вот. Но, когда вы спрашиваете, значит, почему девушка уйдет себя так и не помнит, что она предлагала встреча, либо она идет где-то с какой-то выходой, и мои коллеги правы, либо у нее действительно проблемы со здоровьем. Вот. Значит, ну, пошлите, вы на нее жалуетесь сейчас, вот, в своем тексте, вы просто жалуетесь на нее. Вот. Мне не кажется, это с такой позитивной тенденцией. Вот. А кажется, что, наоборот, вы хотите вручиться поддержкой, нас, нашей поддержкой, вот, и, возможно, подтвердить то, что вы думаете о ней, ну, то, что у вас есть какие-то представления. Вот. Мне кажется, что лучше будет во всех смыслах, если вы ориентироваться все же будете именно на себя, а не на... не на нее, потому что, ну, это бесперспективная абсолютная история. Вот. А вот, в принципе, так можно ответить вам на ваш вопрос. Наверное, не менее важная история заключается в том, что вы в интернете познакомились с ней. То есть, именно, вот, как бы, в интернете вы с ней познакомились не от хорошей жизни, скорее всего. Познакомились с ней там, ну, потому что вам, возможно, возможно, вам только в интернете комфортно было знакомиться. Да-да-да, тоже нужно выяснить, ну, нужно выяснить, почему так. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Выяснять в интернете обморжение далеко не лучший расклад. Вот. Поэтому вам имеется смысл. Да-да-да, все-таки с ней встречим. Вот. Ну, так встретиться с ней еще раз. Когда выгодно. Когда выгодно будет вам обморжение, да, когда удобно будет. И обговорить уже все детали, да, вот все моменты. Лично. Вживую. И, наверное, все-таки обсудить. Стоит обсудить. Ладно, можно совместного противопознавания. Вот. Потому что, ну, все-таки, одна из причин, да, которой девушка вот так вот себя ведет, может вести себя, это то, что она не верит в будущее ваших отношений. Вот. Не замотивирована. И ей, вроде бы, отказать вам, ну, вот, не очень... Хочет, не хочется вас терять, например. Но, в то же время, и сближаться она боится. Боится. Вот. Поэтому, если вы обозначите какую-то перспективу для нее, вот просто перспективу какую-то, чтобы она была, да, перспектива, вот. Ну, мне кажется, что это будет, для нее это будет таким стимулирующим фактором, вот. И она, если у нее есть к вам чувства-чувства, то она даст об этом знать и как себя проявить. Вот. Еще здесь есть такой немаловажный момент, что подстраивайтесь под нее вы. А это не всегда хорошо. Вот. Не всегда. Полезно. Особенно, если, ну, если вы это делаете с начальщикой, с трудом, через силу и так далее. То есть, это вот, пожалуй, ну, это, пожалуй, то, что точно делать не стоит. То есть, сейчас, для оздоровления ваших отношений, я рекомендовал бы, все-таки, вот, именно коррекцию своего поведения так, корректирование своего поведения так, чтобы не делать ничего, а такого все пора стало бы ожидать. Вот. Именно, именно сейчас. А делать то, что просто, вот, то, что он, то, что хочется вам делать для нее просто. И все. Вот. Это куда более верная позиция, куда более такая, ну, демократичная позиция, куда более щадящая позиция по отношению к вам. Потому что все равно мы говорим, мы говорим здесь все-таки о вас ведь. Вот. Это очень важный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Давайте.